Ави нашиба шамаем, Отец наш Небесный, слава Тебе! Мы благословляем Твое Святое Имя, Боже, мы приходим к престолу благодати Твоей, мы благодарим Тебя за жертву Ишуа, через которую мы можем приходить к Тебе, можем иметь общение с Тобою, Боже, мы благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который обличает нас, наставляет нас, Господь, направляет нас Твоими путями, Господь, дает нам силы исполнять волю Твою, Боже, мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, возьми инициативу всего того, что здесь происходят, свои руки, Господь, мы будем послушными инструментами в Твоих руках, и делай здесь то, что Ты желаешь делать, Господь. Открывай наши сердца, очищай, Боже, вкладывай Свою истину, помоги нам, Господь, таки открывать эти сердца, чтобы Ты мог навести там свой порядок и устанавливать свое царство, чтобы Ишуа Мессия мог верою вселиться в наши сердца, так, как Ты того желаешь, Господь, чтобы мы возрастали и в конечном итоге достигли полноты возраста Мессии, значит, на радость Тебе и окружающим нас людям, во имя Ишуа. Амин. Кто-нибудь с Зикиилем разобрался? Кто-то сделал план? Ясно. Не, ну, по ходу, скажем, что я хотел, чтобы, скажем, вот читаете, описание там города, да, записали, описание города с такого-то по такое-то место, описание храма с такого-то по такое-то место, жертвоприношение в храме с такого-то по такое-то место, да, разделение земель с такого-то по такое-то, там, обязанности вот этого князя с такого-то по такое-то, то есть, ну, достаточно просто это можно, в принципе, сделать при повторном прочтении. Значит, ну, сегодня, я могу вас успокоить, мы этим делом, скорее всего, заниматься не будем, я это дал вам заранее, чтобы у вас появилось больше времени подготовиться к этому, значит, потому что вчера мы, к сожалению, слишком много времени потратили на разбор слова иудей, значит, но, слава Богу, мы пришли к каким-то определенным понятиям. Значит, сегодня мы продолжим разбирать, кто же такая церковь, настолько, поскольку все мы, по сути, являемся церковью. Значит, вчера я дал определение, что церковь является собранием людей, вызванных из мира для служения Иисусу Христу, чтобы он создал из нас коллективный инструмент управления, которое он установит в веки грядущим. Значит, и возник вот вопрос по поводу того, о кем же мы будем управлять. Мы рассмотрели несколько мест Писания и, в общем-то, я думаю, нам стало понятно, что управлять будем теми людьми, которые, как ни странно, язычники. То есть, в тысячелетнем царстве будут язычники, которыми тоже нужно будет управлять. В тысячелетнем царстве будут грешники, как это ни странно. Будут даже умирать грешники, как это ни странно. Будут жертвоприношения, как это ни странно. А ты не читал домашнее задание? А сколько ты прочитал? А, две главы, я понял. А кто прочитал все, что я говорил? Там что-то говорится о жертвоприношениях? Это именно того храма, который там описан? То есть, в тысячелетнем царстве, получается, будут жертвоприношения? В чем там с такими подробностями все описано, вплоть до крючочков, какие они будут и где они будут висеть? И где какие столы будут для того, чтобы раскладывать вот эти животные? Так что готовьтесь. Кого-то вчера интересовало, ну, невеста уйдет с женихом, так вот невеста с женихом уйдет, чтобы заниматься вот этими грязными делами. Ладно, давайте, не будем припираться. Каждый имеет право высказать свое мнение, но только в микрофон, пожалуйста. Значит, Эфесянам, первая глава, 22-23 стих. Так, Эфесянам, первая глава. Да, да, 22-23. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. То есть мы видим, что здесь церковь определяется как тело Мессии. Правильно? Значит, то есть мы можем сделать, что церковь – это не организация, а организм. Чем отличается организация от организма? Микрофон. Я думаю, что организм может существовать сам, а организация – это общество, которое выполняет какие-то функции. Еще раз. Что значит организм может существовать сам? Ну, отдельно от других организмов. А организация может существовать отдельно от других организаций? Вот представь себе, есть государство, с которым есть только налоговая инспекция. И все. Бог даст, все будет нормально. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Тогда этот народ не критикует ни свое правительство, ни президента. Конечно. Я думаю, что организм, там, если один орган поврежден, то всему телу уже плохо. А в организации, ну, зависит, ну, например, там человек, он может существовать отдельно. То есть ему не, ну, его должность удалили, например. И, ну, если это неважная должность, то организация может просуществовать. Если важно, то идет работа другого. В общем, там, ну, не настолько в организации вот эта зависимость. Мне кажется, что, вот смотрите, до этого мы говорили, что это собрание людей, вызванных из мира, ну, для какой-то конкретной цели, да. То есть, ну, вот эта группа индивидуумов, которые, у которых есть вот одинаковые цели, значит, одинаковая стратегия, они движутся в одном направлении. Ну, хорошо, а вот клуб по интересам. В принципе, в соответствии со словом экклесия, можно было бы тоже назвать. То есть клуб можно было бы назвать экклесия, церковь, да. То есть, ну, марки люди собирают, там, монеты, да. И, скажем так, ну, если вдруг один из членов умер, ну, другим может быть на определенных условиях от этого только польза. Потому что его коллекция распределяется между остальными, ну, так, условно, да. Значит, то есть организация – это сообщество индивидуумов, у которого есть что-то объединяющее со всеми остальными, но, по сути, значит, как бы основной смысл жизни этого человека, он не находится в этой организации, а где-то за пределами. Он периодически приходит туда, периодически уделяет время этому, этой организации, но это не есть смысл его жизни. А что же с телом? Вот рука сама по себе может существовать? Рука сама по себе нет. То есть смысл существования руки – обеспечивать нужды тела. Смысл существования любого члена тела, любого органа в том и состоит, чтобы обеспечивать нужды тела всего. Причем, скажем так, это не просто, что вот есть тело, которое поработило свои органы, да. Дело в том, что тело, в свою очередь, обеспечивает нужды и этого органа в том числе. То есть все нужды органов, все нужды каждого члена тела, по идее, покрыты, правильно? Вот моя рука не нуждается ни в чем, пока она на теле. Понимаете? Она получает кровь, она получает энергию, получает все необходимое для того, чтобы нормально жить, существовать и исполнять свою функцию. Ну, то есть вот этот принцип от каждого по возможности, каждому по потребности, который был когда-то провозглашен коммунистами, на самом деле, это библейский принцип, это принцип Царства Божьего. Бог не требует от человека больше, чем человек может сделать, но в то же самое время человек должен отдавать ровно настолько, вот насколько он может. Делай все, что может рука твоя. Понимаете? При всем при этом Бог обеспечивает нас через Ишуа, Мессию, всем необходимым для жизни и благочестия. И также мы знаем, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Почему? Потому что на самом деле это здравый подход к жизни, здравый подход к Богу. Бог меня ничем не обделил. Понимаете, когда я живу с таким сознанием, то мне жить намного проще, легче и радостнее. У меня есть все необходимое для жизни и благочестия. Значит, к сожалению, в течение веков понятие церкви, оно очень сильно изменилось и исказилось. И вот выйти сейчас на улицу, спросить, ты ходишь в церковь? Он может сказать, да, хожу, ну там раз в год, только по праздникам. И если спросить, что он называет церковью, где находится его церковь, он назовет конкретный адрес. Значит, ну я скажу, что в нашей общине оно немножко по-другому, потому что конкретный адрес нашей общины назвать достаточно сложно, потому что, ну вот, скажем, человек захотел прийти на домашнюю группу. Он захотел прийти в церковь? Да. Значит, а для того, чтобы назвать конкретное место, куда ему нужно прийти, что мы спрашиваем? Где тебе будет удобнее, да? Вот в каком районе ты находишься, так? То есть церковь – это не здание, в котором собирается община. Церковь – это сама община. То есть, если, скажем, здание сравнить с телом, то община – это скорее душа этого тела, которая может покидать, может возвращаться в это тело, понимаете? Вот наша община обитала прежде в другом теле, в теле декала из украинки, понимаете? Пришла Ханука, пришло обновление, мы обновили свое тело. Значит, к сожалению, сейчас в церкви большая часть людей, то есть, если вот взять весь христианский мир, всех тех людей, которые называют себя христианами, к сожалению, большая часть статистически, они не являются рожденными свыше, они не имеют живых отношений с Богом. И только небольшое число людей, они действительно, вот которые называются христианами, они действительно являются христианами, являются членами тела. И вы знаете, что даже есть такой термин, как прихожанин. На самом деле в Новом Завете мы не видим такого. Мы не видим и в Ветхом Завете, потому что если мы будем рассматривать Израиль, как в определенном смысле прообраз церкви, то там человек либо член народа, либо если он решил выйти из этого народа, причем так, демонстративно хлопнув дверью, то мы знаем, что если кто-то при двух или трех свидетелях отрекался от закона, он тут же был побиваем камнями. Понимаете? То есть стать евреем можно, перестать быть евреем нельзя. И я вам скажу, что это вроде бы звучит как-то так вот страшно, типа, а где же свобода выбора? А свобода выбора есть. Быть благословенным или проклятым, живым или мертвым. Вот и вся наша свобода на самом деле. И более того, я вам скажу, вот когда мы задаемся такими вопросами, «А почему Бог так ограничивает мою свободу?» Мы же не возмущаемся, когда Он, не спрашивая нас, спасает нашу жизнь. Когда Он, не спрашивая нас, благословляет нас. Мы не возмущаемся. А когда Он говорит, «Сынок или доченька, ты перешел допустимые пределы, там дальше смерть, лучше вернись», мы говорим, «А почему ты ограничиваешь мою свободу, которую сам же мне и дал?» Понимаете? Поэтому здесь нужно смотреть с такой позиции, Бог благ, и все, что Он говорит человеку, это благо для человека. И Он не ограничивает нашу свободу, Он, наоборот, делает нас свободными в своей благодати. Значит, мы прочитали Евангелие от Иоанна, 15 главу, с 1 по 8 стих. Значит, и кто-нибудь из присутствующих здесь хотя бы в общих чертах знаком с виноградарством? У меня тогда такой вопрос. Когда виноград подрезают? То есть вот лишние, ненужные ветки обрезают и выкидывают. Давайте кто-то в микрофон один. То есть тогда, когда нет листьев. И тогда, когда, ну, однозначно непонятно, есть плод или нет, но виноградарь знает. Он регулярно следит за своим виноградником, за этим кустом, и он знает, какая ветвь приносит, какая не приносит. Правильно? То есть ветки отсекаются, значит, по принципу приносящие и неприносящие, но тогда, когда куст не зеленый. Значит, смотрите, что здесь написано. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. А в оригинале стоит слово. Поднимать, подбирать, удалять, уносить, забирать, снимать, отнимать, нести, брать. Ухаживает. То есть другими словами, вот опять, вопрос тому, кто знаком с виноградарством. Что происходит с ветвями, которые здесь всякую у меня ветвь? То есть ветвь на лозе? На лозе. Плод приносит? Не приносит. Он говорит, всякую у меня ветвь, неприносящую плода, он поднимает, подбирает, носит. То есть он, виноградарь, берет молодую ветвь, которая еще не в состоянии приносить плод, берет и подвязывает ее. Когда проходит сезон, он видит, какие ветви потенциально будут плодоносны, какие не плодоносны. Значит, и только после этого происходит подрезка. Смотрите, что дальше. То есть не в чем идея вот этого вот подрезания. А всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. То есть здесь идет речь о ветвях, которые находятся на лозе. Есть ветви, которые уже приносят плод, и их подрезают. И есть ветви молодые, которые плод еще не приносят, и их подвязывают. И омывают, потому что они лежали, валялись вот в земле. Он поднимает, привязывает, омывает, чтобы свет падал на листьях, чтобы получало должное питание. Значит, дальше. Он говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может переносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. А кто не прибудет во мне, то есть, ну, поскольку мы понимаем, что речь здесь идет о человеческом обществе, состоящем из людей, которым дана свобода выбора, то человеку дан выбор, пребывать на лозе или не пребывать. Иешуа говорит, что тот, кто не пребывает на лозе, тот просто не может принести плода, даже если хочет. Вот. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. То есть, смотри, кто не прибудет во мне, тут не вопрос в том, что Господь решил, что вот ты не будешь пребывать на мне. Это определение происходит после того, как человек решил, я не хочу пребывать на лозе. А когда он не хочет пребывать на лозе, Бог говорит, ты не хочешь пребывать, ты не прибудешь. А дальше он показывает следствие. А если не прибудешь, засохнешь. И такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Ну, то есть, ты понимаешь, если мы не приносим плод духа, то у нас появляются дела плоти. То есть, это даже плодами не названо. Понимаешь? Это дела плоти. И они, суть, известны. В Галатах есть перечисление дел плоти и плод духа. И вот именно этого плода, то есть, характера Божьего внутри нас, Бог ожидает от нас, характер этот может сформироваться только в том случае, если мы пребываем на лозе. То есть, если мы избраны, мы уже привиты. Если мы привиты, то мы можем приносить плод. Может быть, какое-то время этого плода не будет, потому что Бог определяет времена и сроки, но и от нас зависит что-то. То есть, мы не должны сидеть сложа руки. И вот, скажем, по жизни Якова я вижу, значит, ну, для меня жизнь Якова это наглядная демонстрация жизни верующего человека. Вот от момента рождения свыше. То есть, Он искал, Он стремился, Он познавал. То, что Он мог приобретать, Он приобретал. И не всегда правильными путями, не всегда Он делал то, что нужно было делать, но Он делал. В отличие от Исава, который не делал в этом направлении ничего. Знаете, поговорка, под лежачий камень вода не течет. И вот пока человек морозится, пока человек ничего не делает, он, естественно, плодов принести просто не может. Более того, у него начинают появляться дела плоти. Значит, и Яков в своем делании он был направляем Богом. То есть, легче направить того человека, который куда-то идет, чем человека, который просто лежит на диване и никуда не хочет двигаться. Правильно? Так вот, если человек новообращенный, его нужно мотивировать делать то, что он может делать на данный момент. И вот, как пример, значит, ну, из тех моих друзей, с которыми я общался до покаяния, только один человек, он, ну, он сначала услышал от всех наших общих друзей, что у меня крыша поехала, а он человек простой, значит, и безобидный такой, мы с ним встречаемся через несколько месяцев после того, как я покаялся, и он говорит, слушай, мне сказали, что у тебя крыша поехала. Так напрямую задал вопрос. Я думаю, о, это самый верный способ рассказать ему Евангелие. Значит, и мы с ним пошли в кафешку, причем пошли на его деньги, я должен был ему несколько лет пятьдесят лей, сумма не такая уж большая, но у меня не было возможности отдать. Тут возможность была, и в кармане лежат, и я его встретил, и Бог говорит, отдай, а я говорю, ну, мне же самому нужны, отдай, короче, я жму, жму эти деньги, а сам хочу ему рассказать о Боге. И говорю, слушай, а давай где-нибудь посидим в кафешке, там пообщаемся, пирожное возьмем или пиццу. Говорит, да, я вот последние деньги тут потратил на закупку. Я говорю, о, а я же тебе пятьдесят рублей должен надеть. То есть, как интересно, Бог предусмотрел эти деньги для того, чтобы он услышал Евангелие. Значит, и мы с ним пообщались, через, ну, через месяца два он буквально вот так вот реально покаялся, реально родился свыше. Значит, на тот момент, когда он покаялся, он занимался торговлей сигаретами. бизнес не божий, и он ходил на домашку, после домашки мы с ним общались, и я ему говорил, однажды мы идем после домашки, я почему-то решил в тот вечер затронуть две темы. То, что стакан вина выпить не грех, но он влечет за собой другой стакан, как правило, и это, и это уже будет проблема, поэтому лучше даже не начинать. Значит, и я также затронул тему того, что я говорю, сигареты, это не божий бизнес, и Бог его не будет покрывать. У тебя однозначно будут проблемы. По ревности Божьей, Бог ревнует по тебе. Это было во вторник вечером, значит, в воскресенье на служение он не пришел, я ему вечером звоню домой, он рассказывает, что у него, короче, такие проблемы, что он в субботу утром у него настроение плохое было, когда он проснулся, пошел он на базар, закупил там, оптом, очередную партию сигарет, ну, оптом у него был мелкий, блоками. Встретил друга, с которым учился в институте, ну, тот предложил ему выпить стакан вина на радостях. Тот вспомнил фразу, что стакан вина не грех. Он вторую часть забыл. Значит, выпил стакан вина, решил угостить того. Так вот они начали угощать друг друга, в конечном итоге поздно вечером он оказался в одном баре, где мы раньше заседали вместе, и я знаю обслуживающий персонал, я через пару дней был, мне рассказывали, что он там творил, это было ужасно. В конечном итоге, значит, у него украли те сигареты, которые он купил, там, творил он очень неприятные вещи, что ему потом самому было стыдно, значит, то есть это было вот все в субботу вечером, поэтому он в воскресенье не пришел. Значит, я ему говорил, ну, Сережа, я же предупреждал, стакан вина не грех, но лучше не начинать, и сигареты Бог покрывать не будет. Он одновременно и в пьянку вляпался, и одновременно он с сигаретами погорел на немалую сумму. Значит, и вот такие вот вещи Бог делал в его жизни для того, чтобы он, в конечном итоге, окончательно покаялся. И вот, когда он завязал с сигаретами, он начал служить, ну, там, с должников еще деньги собирал, жил на что-то, потом настал момент кризиса, то есть вот он последние деньги забрал, значит, решил отдать десятину, а потом он решил, что вот он доверится Богу, и он отдаст все эти последние деньги Богу. Он отдал, а через полчаса после этого мы с ним вместе идем уже после служения, и тут он понимает, что он остается вообще без средств к существованию. И он в такой панике. Я говорю, не переживай. Говорю, ты вот сейчас чем вообще занимаешься? Ты уже ни одну неделю не работаешь, то есть сидишь дома, чем занимаешься? Библию читаю, на служение хожу, и что? Говорю, а плод какой в жизни? Ты хоть кому-то рассказал об этом? Он говорит, а что я пойду к своим знакомым, а мне скажут, почему Бог тебе до сих пор работу не дал? Я говорю, так слушай, у тебя есть замечательная возможность свидетельствовать следующим образом. Бог даст мне работу, и когда работа это будет, это будет свидетельством о Божьей славе. Но прежде вы выслушаете Евангелие. Он, о, точно, и он начал ходить, короче. Начал ходить, и Бог через недолгое время, там даже месяца не прошло, Бог ему сначала один вариант предложил, он согласился, но вариант был никакой, но он согласился. Значит, а потом ему тут же буквально через пару дней предложили работать в одном очень крутом магазине, значит, кассиром, и с очень неплохой зарплатой. То есть, Бог реально благословляет тогда, когда мы что-то делаем, когда мы принимаем решения, когда мы начинаем что-то, что-то делать. А когда мы не делаем ничего, тогда, то есть, понятно. Поэтому ясно, о чем говорит Ишуа. Тот, кто не пребывает на лозе, он просто не может принести плод, и даже хуже того, он начинает творить плохие дела. Тот, кто пребывает на лозе, если он молодой, новообращенный, то Бог его взращивает до времени, когда можно приносить плод. Значит, и, а тот, кто приносит плод, тот, того он очищает. То есть, смотрите, вот интересный момент. Есть страдания в нашей жизни из-за нашей глупости, из-за наших грехов, да, а есть страдания в нашей жизни, которые служат очищению нашему. Если, скажем, есть наказание для исправления, когда мы только покаялись, вот, ну, наказываем ли мы ребенка, если он реально покаялся, продолжается ли наказание, но тут же прекращается. А вот, что касательно очищения, тут уж извините, если Бог взялся, он пока не очистит, не закончит. И тут не знаешь, в чем каяться. Ну, понятно, если Бог очищает, то это не вопрос покаяния, это просто вопрос уже терпения, как написано, терпение, нужно вам, святые. Все ясно с плодом, с ветвями, с лозою. Хорошо, замечательно. поехали дальше. Поехали дальше. Хотя покаяние тоже в этом очищении, может быть, и обычно есть, да? Не, ну, безусловно. Но, опять же, смотри, Бог очищает настолько глубоко, что это может быть, ну, смотри, Иов, история с ним. Бог сказал, что он праведен. В чем ему было каяться? Рассказывался, что он говорил, ну, о Боге, так как он его не знал. Хорошо, у меня вопрос. Зачем священникам необходимо было очищаться, для того, чтобы приступать к служению? Ничто нечистое не может войти пред его лицо. То есть, понимаешь, и для того, чтобы мы могли входить в его присутствие, нам необходима эта чистота. Павел говорит, что мы не можем принимать чашу Господнюю, чашу бесовскую. Понимаешь? И он говорит, что если вы принимаете эту чашу, не исследуя своего сердца, то из-за этого многие из вас болеют и даже умирают. То есть, человеку необходима та чистота, которая требует Господь, если он хочет иметь общение с Богом. Понятно. Потом, кстати, вот в отношении Иова, знаете, я вот недавно тоже интересное такое понимание получил, что в принципе вся эта история была не столько ради Иова, сколько ради вот этих вот трех друзей. Потому что мы в конце книги видим, что вы говорили не так верно, как рак мой Иов. То есть, представьте себе такой вот ход событий. Значит, жил был Иов праведный. Значит, и жили, были его три друга, у которых было верное понимание о Боге, но не такое верное, как у Иова. Кому нужны изменения в этой ситуации? друзьям. Бог смотрит на эту ситуацию и понимает, что вот если напрямую с друзьями, то, короче, Бог определил это следующим образом. Значит, я Иова подготовлю как священника, проведу его через огонь испытаний, для того, чтобы эти друзья, глядя на страдания Иова, кое-что в своей жизни осознали. И потом этот человек, прошедший эти испытания, принесет жертву за них. И тогда я смогу их принять. И мы видим, что ситуация с Иовом, когда она заканчивается, заканчиваются все его страдания после встречи с Богом. Иов уже предстает, у нас в качестве священника, который приносит жертву за этих людей, за своих друзей. И только после этого мы видим, что у Иова в жизни все восстанавливается, и у этих друзей, судя по всему, тоже все нормально. Понимаете? То есть очень, кстати говоря, интересный прообраз Израиля и народов. Иов как прообраз Израиля, а вот эти его друзья как прообразы народов, которые тоже имеют некое понимание о Боге, но не такое верное, как у того, кому Бог это открыл лично в общении. Понимаете? Интересно, что в конце Иов еще лучше понимает Бога. Он говорит, я не помню там точно. Безусловно, Иов говорит, раньше я тебя слухом слышу, сейчас глаза мои видят тебя. И мы, кстати говоря, имеем три имени народа Израиля. Яков, Израиль, есть еще третий, Ешурун, Яшар, корень. Как? Прямой, справедливый. Смотрите, Яков, Ляков, глагол однокоренной, значит, означает обходить Исраиль, Яшар, значит, ходить прямо, то есть цель достигается либо какими-то обходными путями, цель достигается прямым хождением, а Ешурун это тот, у которого, ну, вообще, как бы вопросов по жизни с грехом не стоит. То есть, смотрите, Израиль до встречи с Ешуа, Израиль сейчас, вот, именно мессианские верующие, те, которые верят, принимая от Ешуа, значит, это Израиль, значит, там Яков, здесь Израиль, а после того, как Ешуа вернется на землю и очистит народ свой, вот тогда это уже будет Ешурун. То есть, там уже однозначно, представляете себе, народ людей, священников, рожденных свыше, целый народ, где один до друга, ну, то есть, без единого человека, ну, то есть, нет ни одного грешника, все рождены свыше, все, как один, по характеру, как Ишуа. То есть, был один Ишуа, и его достаточно было, чтобы покрыть всю землю, грех всего народа, а тут целый народ, целый народ, таких, как Ишуа, для одной земли, для всех народов. то есть, мы можем увидеть четкие параллели между призванием, предназначением Ишуа и предназначением Израиля. Бог Ишуа называет первенцем, и Израиль называет первенцем. Ишуа проходит через крест, и Израиль на протяжении всей своей истории проходит через вот эти вот страдания, гонения. В Писании, мы видим, четко сказано, что ты приготовил нас, как овец, обреченных на заклание. Ну, то есть, подумайте только, Бог избрал себе этот народ, как овец, обреченных на заклание. Кто-то хочет быть частью этого народа? Да? Только тот-то уже является частью этого народа. То есть, на самом деле, мы очень часто не до конца понимаем, вот, если сами евреи говорят, Боже, ну, зачем ты нас избрал? Можно ты изберешь другой народ, а нас оставь в покое? Ну, кто смотрел Тывье Молочника, там есть такой интересный диалог, ну, зачем ты нас избрал, Господи? Потому что это избрание, оно сопряжено с постоянными гонениями, с постоянными страданиями, и, скажем так, даже праведники этого народа, они все равно обречены на страдания, как часть этого народа. Смотрите, Иеремия, разве он избежал участи своего народа? Я вам скажу, даже более праведник, он не стремится избежать участи своего народа, он хочет быть со своим народом, для того, чтобы утешить, для того, чтобы поддержать. А Бог говорит, что он приготовил этот народ, как овец, обреченных на заклании. Значит, есть такой момент в отношении избрания, значит, это суверенитет Бога. Ну, то есть, нет такого, что вот кто-то кричит, Боже, избери меня, избери меня. Бог избирает, и при этом никого не спрашивает. Да. Естественно. Ты в курсе? Тем не менее, к несчастью, истина суверенности Бога в современной церкви обычно едва упоминается. Особенно это раздражает людей гуманистического мировоззрения по одной простой причине. У людей есть свои взгляды на жизнь, и Бог, когда что-то делает, с ними не консультируется. Давайте откроем римлянам, девятую главу, с десятого по восемнадцатый стих. А слово обетование таково, в это же время в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иякова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак, ибо Он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Аминь. Аминь. То есть мы видим отсюда несколько моментов, которые должны четко запечатлеться в нашем сознании. Плотское сознание человека не в состоянии это воспринять вообще. Потому что тут же возникает вопрос, а где же справедливость? Но из этого же места мы видим, что все наши усилия и все наши благие дела не имеют никакого значения в отношении избрания Бога. Мы всецело зависим от Божьей милости, которую Он свободно распределяет среди тех, кого выбирает. Бог так решил и мы должны это принимать. По одной простой причине. Он добрый. И все, что Он делает в отношении нас, и все, что Он говорит в отношении нас, для нас благо. Вот эта фраза и так, кого хочет милует, кого хочет ожесточает, как нельзя четко показывает вот этот вот момент. И отсюда мы можем выделить еще одну такую идею. Бог не обязан оказывать милость кому-либо из нас. Это происходит исключительно из Его благодати. Можете это записать даже. Бог своим суверенным решением дарит милость или отказывает в ней в жизни каждого человека. Есть? Бог своим суверенным решением дарит милость или отказывает в ней в жизни каждого человека. Причем независимо от того, еврей он или не еврей. Бог не обязан оказывать милости кому-либо из нас. Есть? Записано? это происходит исключительно из Его благодати. Есть еще один момент тоже важный. Если бы он никогда не оказывал милость никому из нас, то и тогда он оставался бы полностью прав. Да, да. Если бы он никогда не оказывал милости никому из нас, то и тогда он оставался бы полностью прав. когда Бог уделяет свою милость, он ставит определенные простые условия, которым мы должны отвечать. Эти условия установлены в посланиях Евангелия. Однако тот факт, что мы отвечаем его условиям милосердия, тем не менее, не означает, что мы заслужили его. По определению ни милость, ни благодать никогда не будут заслужены. милосердия, милосердия, и суда они универсальны для всего человечества но вот девятой главе вот в этом отрывке которые мы прочитали апостол павел показывает их на конкретном примере в отношениях бога и израиля то есть израиль для нас как скажем учебное пособие изучая которое мы можем познать бога познать принципы взаимоотношения с богом и те пути которыми нам надлежит ходить также павел в этом отрывке значит и дальше открывает нам что те израильтяне которых бог действительно избрал для себя они будут только остатком от всего израиля значит приметь примечательно что слово остаток применительно к израилю упоминается в писании более 40 раз и в большинстве случаев это все эти ссылки относятся к периоду как раз предшествующему концу времен то есть вот именно к последнему времени и вот римлянам 9.27 павел цитирует пророчество из исаи 10.22 относительно израиля исаи 10.22 хотя бы сыны израиля вы были числом как песок морской только остаток спасется значит и в римлянам 11 глава с 1 по 4 стих павел возвращается к теме остатка и он делает обзор истории с или когда вот я вчера упоминал уже этот момент значит где бог говорит я соблюл себе 7 тысяч человек которые не приклеил не преклонили колено перед валом и когда бог говорит я соблюл себе он подчеркивает что эти 7 тысяч были сохранены исключительно лишь на основании божьей милости и благодати это не было их заслугой понимаете и павел продолжает это в отношении нынешних времен и говорит так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток а если по делам то это уже не благодать иначе дело не есть уже дело это 5 6 стихи 11 главы и по факту получается что благодать в нашей жизни начинается в тот самый момент когда заканчиваются наши собственные способности то есть когда мы иссякаем полностью когда мы опустошаемся полностью вот в тот момент начинает действовать благодать то есть невозможно сказать богу господь я отдаю тебе все кроме одного процента то есть полнота наполняющая все во всем мы же хотим иметь полноту наполняющую все во всем но интересно что в этом определении есть некоторое условие она наполняет все во всем если у нас не свободно это все для этой полноты смотри другими словами бокал должен быть запол бог хочет наполнить сосуд полностью если в этом сосуде что то есть при всем огромном желании бога полностью он заполнен не будет отсутствие полноты это болезни проклятие и все такое понятно поэтому для того чтобы действительно иметь ту полноту которую бог имеет для нас нам самим необходимо быть полностью опустошенными для него я вам скажу что человек даже себе сам не представляет что это означает но бог знает и поэтому он проводит нас через разные ситуации которых и происходит вот это очищение очищение от всего того что богу противно в нас значит дальше в римлянам 11 глава 26 стих да павел говорит что весь израиль спасется и в свете того что было сказано об остатке раньше становится ясным что весь израиль который будет спасен и будет остатком который бог избрал и сохранил для себя своей благодатью многие места из пророков подчеркивают что те кому даны обетование о возрождении и есть остаток например сафония 3 глава 12 и 13 стих где пророк обращался к израилю и иерусалиму 3 12 и 13 но оставлю среди тебя народ смиренный и простой и они будут уповать на имя господне остатки израиля не будут делать неправды не станут говорить лжи и не найдется в устах их языка коварного ибо сами они будут пастись и покоиться и никто не потревожит их то есть видите здесь четко ясно говорится о том что бог будет производить очищение своего народа до тех пор пока не останется вот этот вот остаток и конечная цель бога сделать из израиля народ для воспроизведения этого чистого остатка ради этого он терпеливо выносил ужасное зло с которым на протяжении многих столетий человек упорно нарушал божьи законы и осквернял землю допускал он также многие печали и страдания необходимые чтобы очищать его избранных конечном итоге чего ищет бог народ смиренный и простой который будет уповать на имя господне вот хороший пример тем более что в нем израиль предстает прототипом церкви какую цель преследует бог в создании церкви смиренный и простой народ который будет уповать на господа тот же самый принцип раскрыт в захарии 13 глава 8 9 и будет на всей земле то есть мы понимаем что тут уже не об израиле говорится говорит господь две части на ней будут истреблены вымрут а третья останется на ней и введу эту третью часть в огонь и расплавлю их как плавит серебро и очищу их как очищают золото они будут призывать имя мое и я услышу их и скажу это мой народ и они скажут господь бог мой о ком это говорится это уже говорится о народе из язычников о котором мы читали в деяниях сегодня это место которое говорит об остатке из язычников перерыв перерыв и и и и и и и и